Продолжение следует... Те же путь на Сиатл, штат у нас Вашингтон, вдруг какой-то новенький забежит на канал, не будет знать, в чем дело, в чем происходит, куда едем, мужики, куда едем? И почему такой все-таки этот самый длинный, да, рычаг КПП? Вот это я не знаю, почему он такой длинный, кто его сюда вообще поставил. Ну-то надо посмотреть в видосы того года, да, чтобы все будет понятно. Вот у нас вывеска, это Сиатла, у нас 63 минуты. Это много! Сейчас 0,3 пилить, да? Так, здесь у нас весовая, она такая серьезная, но в то же время не серьезная, я ее серьезно принимаю, то ли еду по левой полосе и все. Даже право перестраиваться не буду, а открыто-сокрыто нам по барабану. Так, на траке блокируют вывеску. Какая она тут? Вот здесь, о, как лозит. Very close, да? Или класят шкаф. Как-то так. Все, мужики, мы гоним. Что-то будет нормальное, заснимем обязательно. Что-то будет ненормальное, тоже заснимем. Так что вы оставайтесь с нами, не переключайтесь. Будет интересно, весело и познавательно. Все, как всегда. Всем приятных посмотров. Заваривайте чайок. В Арганте кофейок. Погнали. Ну, или наоборот. Недолго музыка играла, до пробки нас сопровождало. Все, приехали. Пробочка небольшая. Ну, как небольшая. Вот так вот до самого сията, говорят. Ну, что, вроде пробочка пошла. Можно ставить десятую. У нас на ручке КПП 10 передач. Пять пониженных, пять повышенных. Два ряда коробка. Кто-то вот буквально спросил недавно, как этой кочергой управлять. Ну, я понимаю, что вы не пойдете там и не будете искать моих видосов прошлых, да? Где я рассказывал, показывал. Сто раз, наверное, показывал. Но, новые подписчики подписываются. То старым подписчикам придется терпеть. Так что мы еще раз объясним, еще раз покажем. С места тронемся, переключим. Покажем, как управлять. Удобно с такой кочергой? Неудобно? Или это все-таки понты? Ну, если на трак-шоу начали, да, делать все. И начали эти квадратные тюбики, еще изогнутые, продавать. В кром-шапах. То это не что, а просто стиль, да? Ну, и мне нравится, когда рука вот так лежит. Прямо вот это положение руки. Оно удобно. Ну, если кто-то не ездил, то тому не понять. Тому вообще не понять. Вы со своих каких-то соображений, да, думаете, что, о, она неудобная. Когда переключаю, я ее держу вот здесь, за середину, за изгиб как раз. Может быть, чуть выше вот здесь, да? Потому что сидение мешает. А так вот так ехать просто отдыхаешь. Просто балдеешь. Так что кочерга удобная. Плюс у нее изгиб посередине. Она кверху идет ровно. А если изгиба нету, то она идет с палку вот сюда. Вот прямиком вот здесь вот. Тогда неудобно. На 10-й передаче руку держать. А на 9-й было классно. Так как 9-й у нас идет до панели, а 10-й идет до спальника. А когда изгибнутая КПП ручка или рычаг, тогда как раз удобно. На последней передаче руку положил. Ну и кого-то обгоняешь. Вот так с ними здороваешься. Пис показываешь, да? Ну или это здорово. Здорово, братва, дальнобойщики. Значит, я сидел, кумехал. Мы поедем, обойдем пробку. Пробка до Сиатла, да? Вот отсюда вот до Сиатла. Показывает 45 минут. Это много. Это вообще много. Там, значит, все стоит. То мы объедем ее по 599-й. И по West Marginal Way, где наш любимый Subway Sandwiches находится. Ну, сейчас мы не поедем. Может быть, на следующий. Может быть, на следующий. А может, даже на следующий. Я не знаю. Посмотрим, короче, как оно будет по времени. Нам сегодня задача два пустых сдать. А уже, как босс сказал, если что-то появится, он даст знать. Ну, пока, говорит, ничего нет. Но это не значит, что ничего не будет, да? До конца недели. Может и такое быть. Ох ты, зачем я переключил? Обороты 1000, а я переключаю. То есть, обороты 1400 были. Я переключил на 10, оно упало на 1000. Так как у нас 400 оборотов, промежуток между скоростями. Поэтому, когда у тебя 13-ка или 18-ка с половинками, да, щелкающие половинки здесь вокруг стоит, она у тебя падает на 200 оборотов. Это классно. Ты можешь всегда низкие обороты держать. Раз на 200 переключил. Раз на 200 переключил. Раз на 200 переключил. Понимаете? То целую переключаешь, то половинку, то целую, то половинку. Здесь надо выдерживать обороты. Поэтому я езжу до 1700-1800. Ну, иногда на 1600. Да, вот сейчас 1600. Мы ее переключаем. И она упала до 1180. Ну, считай, считай 1200. Ну, при таких оборотах можно с пустым разгоняться. Но с грузом, еще с тяжелым, надо чем выше обороты держать. На 1800 дал, на 1400 опустил. Это дал, у тебя будет нормально разгоняться. Как-то так. Ну, еще с места сейчас будем переключать светофора. Значит так, народ. Сцепление выжимаем, встыкаем первую. Первую у нас до себя. Отпускаем сцепление. Ногу привязали до сидения. Мы больше сцеплением не пользуемся, так? Вот сколько я уже раз? Четыре переключился. Вот она, пятая. Пять пониженных. Включаем рейнджер. И включаем шестую повышенную. Туда же самая, где первая была. И опять их по кругу, и все. Седьмая. Потом восьмая. Ну, и тут у нас скорость, конечно, маленькая. А то мы ставим на нейтральную. И следующий. Светофор берем направо. Так? Когда вы подкатываетесь на светофоре, я сейчас с пустым, то могу на нейтральную подкатываться. С грузом надо тянуть. Вы даете прогазовочку и втыкаете. Допустим, вот сейчас я быстро ехал. Ну, смотрите по скорости, ориентируйтесь и включаете ту скорость, которую вам надо, или ту передачу. Я включил шестую. Если бы я чуть тише был бы ехал, или груженный, я бы включил пониженную пятую на повороте. Если сильно-сильно груженый и сильно-сильно шарп, резкий поворот был, я включаю тогда четвертую. всегда надо смотреть, какой поворот, какая скорость, какой груз у вас перевернется, не перевернется. Груз еще, надо думать об этом. За все надо думать, переживать. Насчет переживать или пережевывать. Надо немного не дожевать и выпить кофе. О, хороша каша, но мала чаша. У меня уже кофе кончается. Как-то так. И вот сейчас мы на девятый идем, потом десятый. Значит, всего-навсего, насколько я знаю, существует четыре коробки в передачу. Можно даже сказать три. Девятка и десятка, но практически то же самое. Девятка на повышенном идет туда, а десятка у тебя одна скорость идет сюда. Больно, да? Где первая была? Туда идет шестая повышенная, а на девятке идет шестая туда. Все. Шестая, восьмая, девятая, десятая. Шестая, седьмая, восьмая, девятая. Думаю, что такое. Поняли, да? Ну, давайте скажем четыре разные коробки. Первая, это одноэтажная. Значит, одноэтажная, это у нас коммуналка, кто живет в коммуналке, да? Понимаете, одноэтажный. Барак. Мои, помню, бабка с дедом рассказывали, как они в бараках жили. Вот были времена, а? Не то, что нынешнее племя. Короче, одноэтажка. Это у нас супер, просто супер, она звезда, звезда десятка называется. Ну, а мы ее называем просто ступи, да, ступи, тэн, дурная десятка, так как она, о, наш водила пошел, красава, мужик вот такой помахал, меня сдалека видит. Просто замечательные мужики у нас работают в компании. ступи, тэн, да, дурная десятка, у нее один этаж, пять скоростей, все. Это пятиступенчатая коробка, простая, очень простая. И пять у вас половинок, пять у вас половинок, так? Но так как все десять, я так понимаю, я так понимаю, я ее ни разу не разбирал, я не знаю, ребят, не судите, а то сейчас о механике напишут. Я думаю, ты че, она тоже у нее два этажа, я думаю, что два. Но по идее, по идее, да, если у ней сзади есть сплитс, половинки, да, но это не половинки, она переключает как половинки сбоку рейнджер здесь, туда-сюда, оттуда-сюда и ногой ее переключает скорость. Газ сбросил, газ нажал и она включилась на вторую скорость. Вот мы сейчас накатом идем на пониженную и включаем пятую передачу. Все, воткнули и поехали дальше. И опять нейтральная. Сцеплением не пользуемся. Все делаем без сцепления. Я не знаю, как у вас на Кразе, Мазе, Урал, Бел, Би, Би, как они там называются. Даже уже позабывал все машины. Я только ездил на газике, на газике. И, короче, это самое. давайте скажем, что она одноэтажная. Может быть, это половинка щелкает с первого этажа на вторую. Вторая скорость уже на втором этаже. Я не знаю. Потом с третьей на четвертый. С пятой на шестой, с седьмой, восьмой, девятый, десятый. Может, она по этажам бегает, а может быть, всего пять и сзади стоит хвост половинчатый. То, что на тринадцатке, восемнадцатке, это просто хвост с половинками добавляется в девятку. Все, это девятиступенчатая коробка. Добавляешь половинки в сзади коробки, получается тринадцать, пятнадцать. То есть, тринадцать, восемнадцать. Так? Супертен я уже объяснил, да? Вот этого рычага кверху, вниз у нее нет. У нее есть сбоку как на тринадцать, восемнадцать или пятнадцать. Половинчатая. Так? Когда пустой, мы всегда трогаемся со второй. Иногда с третий. Это уже смотря по настроению. Встретись с такими мостами, как у меня. Мосты беговые, 3.36, это многовато. Немного так трак прыгает. Немного многовато для такого. О-о-о-о, братан, мы сейчас вообще с тобой попали. Ой, попали. Вот, давай, давай, езжай отсюда, вот, да и все. Он встал с той полосы и хочет налево повернуть. А тогда нам стрелка не загорится. Если на стрелке именно на линии не будешь стоять, стрелка никогда не загорится. А он справа встал, не знал, что делать. Водитель заблудился, в Сеаттле. Бывает, бывает. Короче, Супер Тен, только половинки здесь. Первая, переключил вторая, переключил назад, третья, переключил туда, четвертая. И все это делается газом. Газ бросил, газ нажал, скорость воткнулась. Как в 13 и в 18. Так, едем на второй этаж. Два этажа коробка. Ну, если там первая, мы там не поняли систему. Два, может быть два, может быть один. Может быть там все пять этажей. Может там пятиэтажка, я говорю, что барак. короче, двухэтажная у нас коробка. Это девятка, десятка. Да, есть еще восьмерка LL, Low Low, но это та же самая девятка, только без одной скорости. Так, девятка, десятка, значит, мы поняли, как переключаться. девять сюда нету, туда идет, а десять сюда скорость и все, до себя. А в девятке только вот туда сразу верхний этаж стоишь. Из девятки сделана тринадцатка. Тринадцатка, девятка, это получается нижний этаж без половинок, верхний этаж четыре скорости делится напополам. Тоже ногой. Ногу отпустил, половинка включилась. у тебя половинчатая скорость. Значит, нижний этаж у тебя, когда переключаешь, ты опускаешь четыреста оборотов, уже на верхнем ты их можешь поделить и опускать на двести оборотов. Вот чем преимущество тринадцатки, да? потом у нас идет ух ты, ингейт свободный. Я, наверное, поеду прямо, развернусь и заеду сюда. Я хотел заднего ингейта заехать. Вот у нас уже порт. Сейчас будем заезжать в порт. Вы еще со мной не отключились? Так, восемнадцатка коробка. Все делятся напополам. Нижних пять и верхних четыре. Значит, девять передач все делятся напополам. И потом у нас идет пятнадцатка. Это уже heavy-duty такая коробочка, на которой реально 15 скоростей. Она три этажа имеет. Трехэтажная коробка. Первых пять и это как десятка. Она сделана на десятке только три этажа. Первых пять у тебя первая идет сюда, вторая, третья, четвертая пятая. Потом включаешь типа половинки. Вот я не помню, или половинки вперед, или этот кренчер вперед. Забыл. Она у меня на синем стояла, но недолго. Потом я поставил туда тринадцатку. Надоело мне этот нижний этаж щелкать. Я всегда с третьей трогался или со второй. А, ну да, вот это третья была. Первая, вторая, третья. С третьей трогался, потом надо четвертую, пятую, потом эту половинку убираешь. шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Потом поднимаешь кверху этаж. И получается еще раз, понимаете, один из двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Их надо все полностью щелкать. То оно немного достает. Это реально нижний, нижний этаж, он называется лоу-лоу, низкий, низкий. Оно сделано для тяжелых, реально тяжелых грузов. Коробка реально непробиваемая. Такие пироги. Так, мы от это самое отщипаемся, ремень безопасности отщелкиваем, ищем свою жилетку на кровати. Кровать далеко, очень, вот что неприятно ехать, 63 с палкой, у тебя кровать далеко. Я еле достаю. Иногда охота голову положил, на груз-контрол поставил, голову положил, и спишь себе, да? А тут голову не положишь, просто не достанешь. Надо уже останавливаться, ложиться спать. Как-то тоже не туда, не сюда, понимаете? то мы сейчас побыстричку твою карточку достаем. Чтобы в порт заехать, надо твою карту. Они весь твой бэкграунд проверяют, криминал хистери, вашу криминальную историю проверяют. вот у нас слева секьюрити сидит будка. Он себе сидит как всегда на телефоне, в видеогеймы играет. О, подняться надо, забыл. Здесь такой яма такая. Получается, если слишком низко будешь сидеть, как я на белосинем здесь зацепил, бампером зацепил. Ну так, не то, что зацепил, просто процарапал дно, да? Ну, тоже неприятно. Такие пироги. Так, мы с вами в порту, заезжаем прямо на весы, но не прямо на весы. Мне надо еще пойти собачки открыть. Как-то вы мне сказали, я забыл это слово, но оно вообще не подходит сюда. Американское о, Славик поехал. Надо как-то Славика зацепить, заснять 24-го года Кенверса 900-го. Так, вы сидите, я пошел собачки открою. проделываем проделываем путь дальше. Заезжаем на скейл и что я хотел? Ручку. Ручку, ручку, но я знаю, куда Артем завозил вчерашнюю сороковочку, а там может быть уже полный стак, уже вставить некуда в порту. Вот так подъезжаешь и должна автоматом у нас сейчас пройтись раз только она сейчас должна нам локацию дать или или реально а вот процесс пошел C10 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 погнали так ладно C10 here I come вчера было забито на Чарли C это у нас Чарли а почему Че да потому что Чарли начинается C H поэтому всегда говорят C like Charlie и американец реально знает что C H это у нас C да ага с той стороны да ну да ладно что объедем тогда или все таки можно всюду ехать не уже здесь траки стоять значит Чарли у нас буквально вот он справа второй ABC все и потом так и пошли все по очереди в порту тяжело заблудиться но бывают случаи бывают ребята звонят заблудился езжу по кругу найти не могу бывало такое когда перенесут ряд нарисуют другой ряд всякое всякое в порту вот вчера с Темой разговаривал я груз привез сюда да самолетик с вами завезли сюда а это самое куда ты сюда хотел ехать а ну дает мужик хотел сюда ехать ну дает мужик ну и Тема мне печатает так что мы встали что стоять я не понимаю что ты встал я не понимаю что встал красная Вольво конечно стоит и все а мне понимаешь что тут надо получается навстречу выезжать за него трак слева недовольный ничего страшного переживешь твои-то годы и у него там какая-то локация выскочила Х-8 H-A-8 и все они понимают что новую себе локацию сделали а никому не сказали а я как-то завозил пару недель назад туда тоже искал а искал просто на ощупь и просто наткнулся нечаянно вот он впереди стак стоит они сделали здесь АХ ряд Х-А зачем Х-А потому что Х у них уже есть понимаете вот так вот раз Х есть значит Х-А надо уже мудрить так ну все справа стоит хвост я стою здесь как только справа начнут двигаться тогда мы раз кружочек дадим и туда встанем значит вот так мы остановились здесь у нас стоп останавливайтесь на стопе вот это у нас впереди по-моему не H-A как я вас учил до S S-O или что-то такое или просто S короче не знаю вот это впереди у нас новый ряд построили нам надо вот сюда чисто вот сейчас направо свернем и все как тот подвинется но это уже после брейка я смотрю после ихнего перерыва 9.58 и мы так и не продвинулись хотел заглушить трак а потом думаю подожди подожди надо вам показать чтобы вы послушали обороты больше не плавают я не знаю куда что делся да но он чисто стал работать я это заметил еще на той неделе у него больше перебоев нема и это меня радует я ничего не делал ребят не заливал ни добавки в соляру не заливал я хотел хотел еще лукаса залить в баке и одну бутылку лукаса залить в масло даже ну чтобы тоже добавка какая-то была пускай там и там будет я не сделал ни того ни этого ни фильтра не поменял думал топливный фильтр поменяю и сразу лукаса бахну чуть-чуть фильтра прям залью и остальное в баке как бы да ну не остальное там большая там на 4 бака хватает такое дело ну мягко стал работать я не знаю стоит добавки заливать прочистить еще инжектора но оно не только инжектора вы понимаете да чистит оно начиная с твоего бака все со дна бака твоего счищает все пошло по шланчикам по трубочкам все шланчики если где-то ржавый шланчик был оно отпадает и потом фильтр забивает короче пошло и поехало так что такая система что оно и не сильно хорошо и не сильно плохо если у тебя тракт не ржавый как у меня то это может быть нормально а если тракт с пыли сливания и там где-то что-то ржавчина прикипела я же не знаю в каком шланчике что творится это или все шланги менять короче такое дело тут еще радиатор впереди стоит на солярку подогревает солярку охлаждает солярку наоборот и идет ее возврат чтобы не горячая текла в обратку а уже похолоднее да прикольно радиатор стоит вот так вот ну мне механик сказал покороче шланг сделай если хочешь шланги менять и просто байпас бери радиатор и радиатор выкидывай он там не нужен ну а видишь поновее траки уже с радиаторами стали делать никогда такого не было ну возвратка себе возвратка какая разница так что кто знает мужики напишите нужно возвратку в бак соляру охлаждать что-то я думаю что нет у меня ни на одном петербилде не было это первый петербилд который охлаждает солярку прежде чем она идет назад в бак прикольно прикольно но мы уже крутанули по кругу пока камеру включал и вот уже следующий на разгрузку 6 7 8 9 10 11 ну да сейчас снимут летим в ярд перецепляемся это у нас простая сороковка часи или скелет а у нас еще сороковка с пятницы стоит на 20-40 часи которые нам надо мы их используем именно двадцатки тяжелые на них возим и все раздадим потом сороковочку и до дому если ничего не будет такие планы какие у вас планы мужики на эти выходные то что мне надо помыть трака и сделать заднюю панель три лампочки вообще не работает думал сегодня поковыряюсь но какой-то день а завтра в среда четверг дождик стопроцентовый будет а подожду еще то удовольствие ковыряться панель заднюю разбирать хоть и может даже работать не будем ну посмотрим а вот пятница суббота солнышко обещают холодно но солнышко теперь теперь смотрим как мы встали четенько просто четенько даже двигаться не надо все спасибо вот такие справа у нас портах вау ни одного корабля ни одного корабля а траков в порту мало значит мало работы ну как бы когда все траки работают да то здесь не пройти не проехать здесь порт до того загруженный что здесь реально не пройти не проехать а сейчас он практически пустой да я бы так сказал ну там там трак там трак там траки да это вообще мелочи для порта да кофеек как раз на одну ходку хватает а вторую ходку будем смотреть по времени во сколько мы сюда будем ехать видите я думал не застряну на перерыв 10 часовой застрял сейчас время 10.33 пока мотануся в ярд перецеплюсь будет 11.15 пока я выйду да оттуда полчаса сюда лететь 11.45 как раз как раз приезжаем мы с вами на обед застряем на обед так что голодными вас держать это еще то удовольствие потом начнете комментировать свои вот эти вот вот комменты а что нас не покормил голодным домой пришлось ехать а голодный когда домой прихожу это я по себе знаю это уже все на женку начинаешь отрываться женька женька ты чё борща не сварила где мой борщ а если женька борща сварила то вы кричите где мое сало до борща а где хлеб черный я кстати только черный хлеб люблю покупаем с русского магазина так что ребят то была шутка дядя Вова не поймите на вас это самое мужики у меня самые классные подписчики кстати если чё-то пишут то всегда с улыбкой на лице да нету такого что дядь Вова ну дядь дядь такую морду сделали нет всегда с приколом так как я люблю приколы я сам всегда на приколе так что если кому-то мои шуточки не заходят сейчас дверь открою сейчас дотянусь ой не дотянулся повезло вам я не дотянулся а так бы прямо здесь я мог бы высадить в порту потом вот контейнера стоят садитесь туда и на Китай а от Китая там вам уже рукой подать кто куда там где там живете там 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 везде рукой подать реально Китай большой оказывается через Монголию и всё погнали пока не дали как вам такая шуточка ребят ну не могу я не пошутить ну не могу так ещё народ ещё такая важная тема почему один ролик кстати я его сейчас найду я сейчас найду то что он реально эти самые youtube его продвигает почему-то я не знаю почему я догадываюсь это получается у нас второе января второе января вот вчера или позавчера смотрел 41 тысяча была просмотров уже 55 тысяч уже 55 и оно просто идёт и идёт и с каждым днём я вижу всё новые и новые комментарии под этим видео почему такая длинная КПП как бы ребят ну это просто стиль уже простите извините прошу понять и простить ну это просто длинная КПП то есть просто стиль американская классика если такой рычаг поставишь на фрейтлайнер вольво да на кешу там безносово да вот этот 660 ну он там ни туда ни сюда как бы да там даже лампочки когда экстра лампочки добавляешь где-то они там даже не идут ну как бы это рабочая лошадка оставьте её в покое всё хром лампочки вот это всё ставится на две машины Петербилд 359 379 389 уже сейчас пошёл 589 как бы да вот это новая телега не из классики пытаются сделать классику от классического поставили капот я пока его как бы недолюбливаю но может быть привыкнем как все пишут в комментариях да кто-то это видос выставляет и сразу комментарии я не могу я не могу на этот хлам смотреть я такого же самого мнения такого же самого мнения потому что как бы 389 мне только фары не нравились вот как он с завода вышел мне фары не нравились думаю ну куда ну зачем ну это ладно можно снять выкинуть их и поставить две круглые да или там две квадратных или одну квадратную или одну круглую да кому как нравится если ты стиль 359 то ты поставишь одну круглую или две круглых если ты остался стилем живешь 379 то ты уже ставишь квадратные разницы нету одна или два как-то так ну вот 589 они взяли кабину от 579 аэродинамического трака с большим лобовым окном я не знаю какой там козырек надо сейчас стиль чем меньше козырек тем лучше трак смотрится туда надо вот такой вот такой реально поставить козырек чтобы хотя бы пол окна закрыть вот это именно окно не смотрится я уже не говорю там панель у него такая как на Вольве да сделана оно вообще ни к селу ни к городу я не знаю я не знаю вот куда ты вот куда ты пятую сувал когда надо третью было вот куда неопытный водитель ну бывает ребят с кем не бывает поднимите левую ногу вот и я зашел значит на стопе всегда надо в порту останавливаться и сцепление выжимать здесь накатом не пройдет будет сидеть секьюрити и они это выгоняют на 3 дня просто накатом пошел по стопу не остановился до конца включил первую там передачу вот сейчас накатом идем раз только первую и поехал через лежачего полицейского да через спидбамп мы уже выезжаем с порта тут чтобы с порта выехать еще 10 минут занимает уже 10.40 вот что я сказал что мы в Ярд только приедем в 11.15 то есть в 11.15 в 11.30 мы только наверное выйдем с Ярд то что здесь спорта занимает долго пока ты выехал пока ты туда-сюда да и таки и получается что-то тут не то вот так вот так а мы с мыслью собрались мыслю и сижу вспоминаю о чем мы говорили нету такого да быстренько раз ремонт поставил перемотал посмотрел о чем ты говорил и дальше продолжил ну за классики мы с вами разговаривали за классики мы с вами разговаривали за рычаг КПП мы с вами разговаривали а я же вам это самое да хотел показать что в этом что в этом ролике не так почему 55 тысяч просмотров уже мужики смотрите я его кидаю на ютуб и первый первый коммент первый коммент у нас дальнобой из Якутии так 29 29 этих самых комментов 29 комментов только под одним комментом у дальнобойщика из Якутии родилась дочка да по-моему не сын же моя жена моя жена родила дочку ну и мы все его начали поздравлять может быть из-за этого какая-то вот эта вот суета на канале как я говорю ребята комментируйте вам легко написать быстренько один комментик да с кем-то там еще дискуссию вести да как вы любите иногда там один тот-то написал другому это не нравится говорит ты че мужик ты с какой деревни у нас деревни так вообще не так мама вообще такое не казала ты шо и вот это вот мне нравится я читаю я читаю я все читаю полностью от а до я ну и сам себе тоже беру там почему у тебя вот двигатель да там потраивает тот так думает тот иначе думает тот предполагает тот не знает просто написал да это все интересно так что вам не сложно как бы да вот раз комментик написал я прочитал прикинул ну и лайк поставил однозначно а youtube смотрит какая-то движуха идет на твоем канале или под этим видосом да именно вот под этим видосом она уже его раз продвигает раз продвигает рекомендует и люди начинают смотреть люди начинают подписываться ага а мы тебя ни разу не видели а youtube раз порекомендовал у меня просто возможности нету каждому сидеть говорить ребята привет ребята привет как дела ну а вам каждому по одному оставить так 400 500 комментиков написать было бы прикольно ну а за 100 коментов я всем благодарен все кто пишет по 5-6 коментов ребята вообще молодцы только начали смотреть ага такой-то комент надо оставить дядя Вова со всеми поздоровался раз со мной поздоровались допустим да потом смотрит дальше ага гору Ренир показал ага о наша любимая гора Ренир Василий спасибо за комментик потом раз Портланд показал спасибо что Портланд Орегон показал Андрей Юрьевич написал если я не ошибаюсь только сейчас коменты сидел читал и вот так ребята смотрят раз остановились остановили видос на паузу там раз комент написал потом другой комент написал и так до самого конца потом раритет показал в конце видео классная тачка но я сам не ожидал смотрю заходит на фривей я ее обогнал и она влево влево я думаю надо подождать такие машины как бы до сороковых годов или не знаю какого года она там 51 или какого кто-то написал кстати какой год и что это за машина я даже не знал что это за тачка клевая такая слушателями наверху и еще заслоночки вот так 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 давай давай пошел паровоз под мостами но это это наша традиция ребят сейчас обогнал трака кока-колу тянул и я еще так хотел взять камеру но думаю кто его знает оно не оно а потом обогнал взял камеру все-таки включил его тянет кенверс вы поняли да для чего это значит пепси для меня номер один и петербилл для меня номер один кока-кока-кола начал иначе иначе когда я ушел дал ему место начали газу давать а вот раньше ты не мог разогнаться да четырехколесные эти тоже меня немного это заводит заводные вы все-таки да я знаю иначе украина еще начал датчик прыгать воздуха А он мне нужен, по-любому нужен Потом я трага заглушил, завел, он опять поднялся Вот так вот, что-то эти датчики порохлят, а То один, то другой Ерунда, короче Как вам вот такой Ниссанчик NX? Да еще идти там, крыша открывается Как на потяг трансе Night Rider А как это, как этот сериал называется по-русски? Night Rider Играет, да, Майкл Майкл, Майкл, как его? Забыла его фамилия Короче, Майк Night Rider Кит, машина была Кит, да? Ночной И ездок Я не знаю, как это вы переводите У вас всегда фильмы переводятся как-то по-другому Смешные переводы иногда Я с кинозала качаю, ребят, я смотрю на кинозале Так что такая петрушка Кинозал рулит по-любам Так как русского телевизора у меня нету У меня и американского нету Давно его отключил Так как одна только брикня Он лучше вообще не смотрит Лучше такое, да? Советское киношку посмотрел Спать лег Ну да, Давида Хасанкова, да? Забыл Классный Он же этот самый Снимал Baywatch Как эти называются Lifeguards Охранники моря Или пляжа Тоже не знаю, как это по-русски сказать Lifeguard Охранник пляжа, может так и есть Прикольный был сериальчик Спамела Эндерсона Как она бегала по пляжу Так, мужики, челюсть подобрали Подобрали Так, то не Тёма едет Я как красная Вольво Всегда теперь голову поворачиваю А вот опять красная Вольво Ну этот от оленей И вот этого От оленей получается Бампер стоит То это не Тёма 100% Так, народ Сзади нас уже контейнер опять пустой Это наш второй Едем опять туда же самое На 18-й Я думаю, опять нам локацию дойдут Чар на 10 Так как там Только мы начали Ту локацию забивать Контейнерами Я думаю, она ещё не полная Ну и сейчас по пути Заедем на Сабэй Возьмём Сабэй Сэндвичи Два супчика, если будет И поедем в порт Так как время уже 11.39 Уже всё Зависаем На час порту На обед Ну и немножко Новый капот Ну не то Не то пальто Никто его с американцев Не полюбил И никто его классиком Не считает А вот почему-то Петруха сделал Такой же самый 589 И уже самый Кяжел Взяли один Даже два У них Один высокая С палкой Другой Флоттап И вот я хочу Посмотреть Что они сделают С флоттапа Если они что-то Сделают Нормальное То я забираю Свои слова Назад А если Что-то непонятное Выйдет с него Тогда он мне Как прежде Он мне не нравится Пока он мне Вообще Как бы Не лежит Ну не лежит он Ну хотя Можно привыкнуть Со временем 3-4-5 лет Они отъездят На дороге Может быть Привыкнем Но к 990 Вот так Никто не привык Такое дело Добрались От Вес Марджел Вей Опять Суем Шестую Это первая На повышенном Этаже Получается Заходим Направо И Где-то Надо запарковаться Ну куда это А Вау Сколько траков У нас сегодня Здесь Ну Не хочу Ехать На голодный Желудок Но встанем В помпе Быстренько Пойдем Иначе Больше здесь Стать негде Справа У нас траки Стоят Там Спереди Тоже Траки Степдек Стоит И мы так Встаем И побежали Сзади Если что Запаркнуться Вправо И заправиться Так Народ Вот 990 Морда Стоит Самосвал Ну здоровое Капотище Да Тут ничего Не скажешь Просто Огромное Опять же На базе Сенчери Сделаны Да Не туда И не сюда Так Через мостик И заскакиваем Сейчас посмотрим Если Ингейт Свободный То опять Хрутанемся Если нет То поедем На северный На северный Ворота Время 12.01 И должны забить Ну да Здесь уже По одному траку Везде есть Весов Свободных Нема Заезжаем Прям на Спикера Прям на Весы Как говорится Во время Обеда Еще и Первые На Весы На Норсгейте Здесь вообще Никого Нету На Северных Ворота И Наблюдаем За Скрином Закрыл Закрыл Я окно Чтоб его Не слышно Как он там Бухтел Чипсы Ну это Когда Мил Берешь Мил Значит У тебя Сэндвич Сэндвич Потом Вперед Супчики И Смелом Идет Уже Можешь Взять Себе Пить Так как У меня Всего Питера Одна Пепси Баночка Осталась А то Мне бы Не хватило Я взял Мне нравится Ихний Чай Сладкий С ягодой Малиной По-моему Это Малина Называется Резбери Поправьте Меня Ягода Малина Как ты Нас Манила На 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 Ягода Малина Все знакомые Супом Идут Вот такие Crackers Это Просто Печенюшки Распечатаем Первый Супчик Ян Там Картошка И Хэм Или Бэйкин Забыл Ну Короче Со Свиньей Свинячий Картофан Ложечки В целлофане Распечатываешь Все Как у Людей Ну И Вот Такой Он Беленький Картошка И Свинья О Картофан Свинина Тут Где-то Или Хэм Ну Хэм Это Че Вкусняшка Вкусняшка Просто Наслова Поверьте Для вас Я взял Другой А вы Мне расскажете Как браковый Тоже Беленький Просто Жидочка С браковой Как бы Как бы Да Он мне Очень Нравится То Я его Взял Для вас А картошку Я уже Сам Съем Картошку Вы И в Африке Будете Есть Картошку Ну Че Народ Супчики Все Съели Я думаю Все Наевшие Все Остались Так Как Сэндвич Будем Кусать По Очереди Курица Тория Камисоса Мазана Вот Такое И Халапино Это Самое Главное Торчит Так Помидор Огурчик И Капуста Ну И Лучка Побольше Лук Это Должно Быть На Первом Месте Лук Это У нас Значит Видос Так Что Вид Имеет Должно Не Зачем Не Должно Продолжение 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 контейнер эксидс вейт да пустой контейнер видимо надо снести сколько он весит что на двери сзади написано и они не знают ну да ладно вот у нас трабл вендо и хватит тебе пищать давай включайся уже пищи тут понимаешь так что я в трабольное окно пошел а вы сидите ждите так ничего в траболе окне отстояли вес добавила на контейнер и все ну время потрачено уже час двадцать один так что такие пироги пироги у нас без мака чё ты встал заблокированный чё мы тут делаем и локация у нас уже не чарля 10 а папа шестнадцать значит пи шестнадцать ну не пи и и а просто пи или папа так докуда это мы доедем там смотрю ах это линии нема это драки и он потихоньку впереди виталик 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 сидит такой зазнался крутой я на фрейд лайнере жоркин брат кто помнит чихались и мы с вами его видели когда то было вчера что ли когда в макданулс подскочили как раз виталик выезжал приехали на папа он у нас на один ряд справа становимся на оу о по рассаде однозначно и ждем и вот так опять гуськом гуськом туда добираемся все как всегда все как везде у нас видимо на локации пакер есть который разгружает и вот так по одному раз 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 двигаемся уже хорошо так 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 И еще слева пакер заскочил Так что сейчас здесь два пакера будет У нас здесь получается 4 локации Пи справа, кью слева И потом еще стоп И потом еще получается бикью Вторые ряды как бы Так что здесь по идее надо 4 пакера Чтобы разгружали Или кальмары, или как вы их там называете Да, впереди меня вообще проехал Ужасно куда Неужели человек, водитель не понимает Где остановиться надо Я вообще не понимаю, как так ездить Давай, давай, еще назад О, посигналил Он ему даже сигналил Когда он проехал А тот себе поехал дальше А, ну желтая воля Все понятно Это те, которые на пластмассовых автоматах ездят Они до сих пор не знают В какую сторону руль крутить Где останавливаться Зачем такие категории С дают людям Я не понимаю Ох Ха 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 Молодой парень на пакере Я как раз остановился, где надо было, и он посигналил А потом он понял, что он рано посигналил И кричит мне в окно, эй, говорит, чуть-чуть, говорит, подвинься в миллиметр Но у него же эти самые ходят влево-вправо Но, видимо, не хотел двигать туда-сюда Говорит, подвинься чуть-чуть, нет проблем? Я, наверное, этих объеду, да и все Они там что-то доги поправляют водителю Непонятно что-то А нам надо быстрее Босс позвонил, говорит, для меня, говорит, ты что пустой сдашь? И я говорю, нет проблем А, что нет? С удовольствием Сейчас опять летим в Ярд Сцепляем этот трейлер Сцепляем еще один пустой И опять в Сеатан Только уже в пятый терминал, а не в 18 Как-то так И знал бы, что три просто сегодня делать То я бы пораньше бы встал И сто процентово бы Два бы затянул до обеда И третий уже бы стоял бы после обеда А так, не знаешь Ну, как бы Савчера был план, что только два сдаю и все И пока грузов нема Ну, что мне торопиться? Что вставать, да, среди ночи? Я ж тоже не люблю В 4 или в 5 утра подрываться и ехать Тем более за каких-то пустых контейнеров Я себе всем встал Ну, что, народ Докладываю Сгоняли в Ярд Зацепили третий пустой И вот уже в пятом терминале заезжаем Так Достали опять Твою карточку свою Подъезжаем к слагбауму Вот кругом такая вот Секюрити чек Это после сентября 11 Спасибо нашему президенту Бушу Так, куда мы поедем В самую правую Каждый терминал Имеет свой дебилизм Ну, останавливаться Примерно надо везде одинаково, да На стопах На стоп подъехал, остановился Но пятый терминал отличается своим дебилизмом Что надо 5 миль в час ехать Это мы просто катимся Вот именно ингейт и потом аутгейт Заехать и выехать до весов После весов 15 миль в час Как обычно во всех терминалах А именно вот здесь вот это Плести себе 5 миль в час И секюрити где-то сидит И тебя наблюдает Ползешь ты Или не ползешь У меня уже даже чипсы кончились Практически Вот это я это самое сегодня Два супа замочили Мне надо переставать вас кормить А то я сам не доедаюсь Начинь, передавайте А кто говорит, я в спалке сижу Давно с тобой катаюсь В спальнике говорит, сижу всю жизнь И только в заднее окно смотрю Кроме говорит, контейнера Ничего не вижу Вот так-то, ребят Вот это коммент Благодарочки За комментик такой Так, подъезжаем к спикеру Посмотрим, если здесь автоматом проем О, процессин, проспрос, колбатон Ну шо-то такие Ну вот и скоро наша очередь разгружаться Уже стоим под пакера Подъезжаем О, на горизонте солнышко уже садится Вот так вот Ну и слева у нас траки стоят загрузены Загрузится Пятый порт Ларис и джентльмен Продвигаемся, че Так, я смотрю, тут уже надо лампочки даже включать Впереди нас разгружают траки Мы следующие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходим на выход Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай, поднимай руку дружбы Мы со скелетом идем Ха, скелеты дядя Вова Ну все, и вот от этого момента Вот на полу написано 5 миль в час Мы должны вот так катиться Просто накатом До самого-самого выхода Это просто издевательство Над водителями Я закончил На этом у меня все Я додумал С пустыми часами Ну а вон спасибо Кто прокатился Да, вот такие вывески Редко увидишь Редко, но есть До такома 62 минуты А до Федерал Вэй 54 минуты Это очень много А если по карпулу, то вон 34 минуты 26 до Федерал Вэя Пробка у нас сегодня просто ужасная Какая-то Непонятная, короче Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин